На создание яркого и романтичного шляпника рукодельницу Светлану Шевченко вдохновила картина Тима Бёртона «Алиса в стране чудес». Светлана позаимствовала у персонажа фильма основные элементы образа, но наделила его своим характером. Там настолько был образ создан близкий мне, вот именно абсолютно сумасшедшие волосы. Может быть не такой сумасшедший взгляд здесь, и не такая улыбка, но он очень близок. Шляпник появился на свет достаточно быстро. Он, как и все работы, представленные на выставке, относится к типу «интерьерная кукла». Ими будет сложно играть, рассказывают мастерицы, но такие куклы удачно впишутся в интерьер и украсят любую комнату. Он как затребовал материалов, так он их очень быстро и получал. Работа шла вместе на тандеме. Я и он. Он мне помогал. Вот как мне покажется, это странно. Все куклы на выставке выполнены в технике грунтованный текстиль. Каждый персонаж – это практически ювелирная работа. Рукодельницы прорабатывают все детали до самых мелочей. Будь то клон на шее, брошь или заколка в волосах. На начальном этапе создания куклы, когда до деталей и аксессуаров еще далеко, за основу берется простая и известная всем ткань бязь. Все очень просто. Берется выкройка, все это раскраивается, сшивается, потом набивается определенным образом. Потом грунтуется игрушка определенным составом. Каждый мастер со временем выбирает свой, находит состав под себя. А потом уже идет роспись. Акрилом, акварелью или восковыми карандашами рукодельницы рисуют черты лица и мельчайшие детали, создавая тем самым неповторимый характер и настроение. Спустя месяцы кропотливой работы на свет появляется мечтательная Алиса, загадочная гусеница и другие сказочные герои. Работы саровских рукодельниц пробудут в библиотеке до конца июля. Дарят Сапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.